Мир вам, братья, мужи! Сегодня мы с женой начинаем разбирать свою жизнь, сравнивать ее с учением Евангелия, учением Церкви, и насколько она соответствует, насколько не соответствует. И по этой Святой Книге, почему я ее назвал Святой Книгой, потому что в ней все ссылки, то есть все, что описывается, то есть вопрос семьи, вопрос воспитания, отцы, дети, отношения к Церкви, священству, по пяти параметрам, точнее не по пяти, а по четырем получается. По четырем параметрам. Что об этом говорит Бог в Священном Писании? Что об этом говорит Церковь в Канонах? Что об этом говорят Святые Отцы? И что об этом говорит Жития Святых? Что об этом сказано? И вот мы сейчас будем постепенно по главам разбирать это и выписывать то, как наша жизнь не соответствует, чему не соответствует, и соответственно будем это исправлять. Вот эта книга называется «К истинному православию». Поэтому, если кому это будет интересно, кто заботится о спасении своей души, те могут с нами участвовать в этом деле. Так, записываю. Первая глава. Слово Божие, Священное Писание. Библия, греческое слово, означает книги, состоит из 77 книг, из которых 66 канонические. Книга книг известна под тремя главными названиями. Библия, Священное Писание, Слово Божие. Написанное в течение 16 столетий, примерно 40 авторами. То есть у Библии примерно 40 авторов. В то же время Библия имеет одного автора, Бога. 2 Петра 1,21 мы считаем. «Изрекали», то есть это Писание, «святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Исайя 1,2. «Так говорит Господь, слушайте Слово Господне». То есть это слово самого Бога, получается. И мы должны к нему относиться не так, как к какой-то книжке, которую почитал и забыл. Нет, это слово Бога, вечного законодателя, которое не отменяется никогда. Оно живо и действенно, его слово. Как в других странах. Или, допустим, время проходит, и закон становится уже недействительным. Время, срок его проходит, страна меняется. А Слово Божие, оно остается неизменным. Библия состоит из двух неравных по объему частей. Ветхов и Нового Заветов. Библию должен не только читать всегда, но и исследовать. Иоанна 5,39. То есть это прямая заповедь Господня. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иисус и Новин 1,8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». Священное Писание умудряет во спасение. 2 Тимофей 3,15. «При том же и ты из детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Умудрить. То есть Священное Писание умудряет во спасение. Без него человек не может умудриться. К словам Библии нельзя прибавить ни единого слова или знака, или отнять что-либо от него. Мы где это читаем? Откуда мы знаем, что нельзя прибавлять и нельзя прибавить? Мы читаем Притча 36. «Не прибавляй к сломавому, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». А сегодня, как только не прибавляют, не убавляют. Если только взять, вот даже у нас священников, на них спросишь, они совершенно вопреки Библии говорят, или прибавят. Ну, или вот даже молитва в алтаре совершающейся. Но Господь явно показал, как надо молиться. Отче наш, сущий на небесах. И в конце. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». А у нас добавили «Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа вовеки. Аминь». Ну, зачем было добавлять то, что Господь непосредственно изрек молитву без этих слов? Вот у нас у всем, вот если взять нас православных, добавка на добавки. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. Не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Второзаконие 4.2. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того, про Законие, 4 глава, 32 стих, 12 глава, 32 стих. Откровение, 22 глава, 18 по 19 стих. Откровение, 21 глава, 8 и 27 стих. Участь лжецов в озере Огненном. Так, мы прочитали. Иисуса Новина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Мы ночью поучаемся священному писанию? А мы должны ночью поучаться. Вот запиши первое. Ночью читать священное писание. Чего мы не делаем. Чтобы исполнить волю Божию полностью. Нигде не лицемерно. На 100% ее исполнить. Иисус Новина 1.8. Я сразу так и вспомнил. Псалом 1. Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, не судил, не сидел на пути грешных, не вступил, то есть не вступил на путь грешных, не сидел в собрании губителей, но в законе Господнем воле его, в нем он будет поучаться день и ночь. И будет, как древо, насажденное при источниках вод, которое даст плод свой во время свое, и листва его не опадет, и все, что не будет творить, успеет. Не так будет с нечестивым, не так. То есть тот, кто не читает писание, это уже априори назван нечестивым. Но как прах, возметаемый ветром от лица земли, посему не воскреснет нечестивый на суд, а грешники в совет праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. В этом псалме, когда говорится, что не воскреснет нечестивый на суд, это значит, не воскреснет нечестивый на суд оправдание. То есть для оправдания он не воскреснет, он воскреснет для осуждения на суде. То есть в совет праведных не войдет. Все заблуждения людей от того, что люди не знают Писания и не верят в силу Божию. Матфея, 22 глава, 29 стих. Иисус сказал им в ответ, заблуждаючись, не зная Писания, ни силы Божией. Библия полностью или частично переведена практически на более 2000 языков мира. Языки всех народов, имеющих письменность. На русский язык перевод сделан в 1876 году. Вот этот синодальный перевод был сделан в это время. По точности и пренебесной красоте этот перевод может соперничать с самыми лучшими переводами. Ну и действительно, перевод-то синодальный, а Русь сколько была крещена? То есть уже сотни-сотни лет прошли, а перевод, который понимают все люди, только в 1876 году был. И это действительно по красоте самый лучший перевод и по точности. Потому что это единственный перевод, в котором участвовали, во-первых, четыре духовные академии, среди которых были чистокровные евреи, которые писали учебники для еврейских школ. Это серьезно. Плюс два святых. Макарий Алтайский и Филарид Московский. И синод разбирал, каждый раз они присылали им в синод стихи, вот эти переведенные, писания. И синод принимал. Но это очень серьезная работа была проделана. Хотя Библия одна, но различные толкования породили свыше шести тысяч сект, толков и течений. Шестой Вселенский Собор, правило 19, гласит. Предстоятели церквей должны во все дни, более же всего в дни воскресные, получать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из божественного писания разумение и рассуждение истины, не приступая к положенных уже пределам и предания богоносных отцов. И если будет исследуемого слово в писании, то иначе, не иначе да изъясняют то, но только как изложили светила и учителя церкви в своих писаниях. И имя более да удовлетворяется, нежели составленные собственных слов. Даны при недостатке умения в этом не уклониться, дабы при недостатке умения в этом не уклониться от подобающего. Вот это должны сегодня все священники читать и знать. Потому что как только не толкуют сегодня православные священники писания. Ну допустим, касательно покрытия головы. Апостол Павел говорит, что жена молящейся или пророчество с открытой головой пострижает свою голову. Ну и дальше там стихи идут. Это первая глава. Первая Каримфинум. Одиннадцатая глава, если ее прочитать. И если мы читаем толкование, мы читаем, что толкователи православные и святиотеческие, все толкуют одинаково по этому поводу. Что жена должна быть всегда покрытая. Потому что написано, ибо если она не покрытая, то это как будто она была обритая. А если обритой быть всегда постыдным, то и соответственно неоткрытым, с открытой головой женщины быть всегда тоже постыдным. Так толкуют золотову, свяфилак болгарский. Любого священника спросите, вам они не скажут. Они скажут, это все тогда было, у них там можно, это к нам не относится. То есть вопреки толкованию церкви толкуются. И таких мест писания очень много. И мы должны не попасться на этом. Я уж молчу про сектантов, которые вообще толкуют как угодно. Только никак истолковала церковь. Сегодня 20 тысяч сектантов, секты разных. И каждый по-своему толкует. Но церковь постановила, что нам, православным, нельзя толковать не так, как постановила церковь. То есть не так, как святые отцы. Вопреки нельзя. Можно, да, углублять, можно. Но вопреки никак нельзя. Мы прочитали. Запомним. Это канон. Получается, 6-й Вселенский Собор, правило 19. Мартин Лютер сказал такую хорошую фразу. В мире есть только одна личность, Христос, и только одна книга Библии. Или принимают их и спасаются, или отвергают их и погибают. Право толковать Библию правильно, разъяснять ее содержание, смысл, Бог дал только своим избранным учителям. То есть поэтому никакой там сектант, что они там натолковали за 5 веков последних, никакого значения это не имеет, потому что святые отцы уже истолковали. И Бог их установил. Откуда мы знаем? Это говорит нам Слово Божие. 1 Коринфянам 12.28 И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Дали иным, дал силы чудодейственные. Также и дары исцелений, вспоможения, управления и разные языки. То есть в-третьих, учителями. Где, пусть назовут хоть какие-то сектанты, своих учителей в 1 веке, 2 веке, в 3, в 4, в 5. А церковь назовет всегда 1 век. Игнатий Богоносец, Ириней Леонский. Поликарм Смирский. Юстин Философ, там, это уже 2-й, 3-й пошли веки. Иоанн Златоуз, Василий Великий, 4-й, 5-й век пошел. И все-все до нашего, есть учителя церкви, которых поставил Бог написанный, поставил Бог в церкви. Это, во-первых, апостолами, то есть это одни апостолы, значит, другие пророки, третьи учителя. Библия решительно утверждает, что вера христианская есть вера, отвергающая любой плюриаризм в вопросах веры, проповедует нетерпимость к иным мнениям относительно спасения. То есть самые нетерпимые к иным мнениям – это именно христиане. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3, 16 по 18 стих. И 36 стих тоже. И Деяние 4, 12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Кто не со мной, тот против меня. Матфея 12, 30. То есть человек, не знающий Христа, кто не с ним, тот против него. Поэтому и написано, мир не знает Христа. И написано, что дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4, 4. И мы должны найти, где это, что за дружба с миром. Где этот мир, в котором мы не должны дружить. Что мы делаем, когда мы дружим с миром. Как это отражается. Что происходит. Ни о каком существовании вер, мнений, идеологий, Библия не говорит. Считая, что все веры ложными. Будучи вне закона, в римской языческой империи, христиане объявили все веры вне Бога. Идолы-бесы доказывали они. То есть они говорили, что это и бесы, а не идолы. Ну как сегодня, представляете, начнут христиане это говорить. Начав с 11 учеников, вызвав огонь мира на себя, христианство победило все религии, став мировой религией согласно пророчеству Христа. То есть где мы об этом читаем? Матфея 16, 18. Я говорю тебе, ты, Петр, на семь камней, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28, 19 стих. На любой вопрос и нападки дьявола и его служителей, атеистов или еретиков, ответ необходимо давать согласно Библии. Не согласно каких-то там умозаключений, а согласно Библии. Как это делал сам Христос? Матфея 22, 29 стих. Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей, он им ответил. Деяния 17, 11 мы читаем. «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». То есть, видите, Писание мы должны разбирать, а точно ли это так говорится. Кто-то нам что-то сказал, может быть, даже хоть кто, патриарх, епископ, священник, мы должны сказать, а точно ли это так сказано. Матфея 21, 42. Христос говорит. «Неужели вы никогда не читали в Писании?» То есть, Он всегда укоряет то, что вы не знаете Писание, не читали Писание. Мы должны это делать, постоянно разбирать. «В церкви не должно читать иных книг, кроме библейских». Это высказал Лаудокийский собор, правило 59. «И не повреждать желтолкованиями». Цитата. 6-й Вселенский собор, 68-е правило. «Книги Ветхого Нового Заветов, а также святых и призванных наших проповедников и учителей, никому не позволяется повреждать или изрезывать, или книгопродавцам, или так называемым нироварцам, или иному кому-либо передавать для истребления. Разве когда от моли, или от воды, или иным образом сделаются неспособными к употреблению. Кто же отныне таковой что-либо делающим усмотрен будет, да будет отлучен на год. «Равным образом таковые книги покупающий, если ни у себя не удержит, то он их для своей пользы, ни другому не отдаст благодеяние или для хранения, но он и повреждать дерзнет, да будет отлучен». То есть нельзя книги повреждать и нельзя передавать тому, которые их повредят для повреждения. То есть нельзя давать. Нельзя у себя их удерживать для повреждения. То есть видите, это священные книги. Канон книг утвержден в правиле апостольском 85, то есть правил святых апостолов 85. Мы читаем. Откуда мы знаем, что вот эти книги священные? Святых апостолов правило. «Для всех вас, принадлежащих к Лиру и Мирян, чтимым и святым, да будут книги Ветхого Завета, Моисеевых 5. Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса Новина одна, Судия одна, Руфь одна, Парлипоменон, то есть остаток от книг дней, две, Ездра две, Есфирь одна, Маковейских три, Иова одна, Псалтырь одна, Соломоновых три, Притчи, Экклезиаст, Песнь, Песни, Пророк в 12, Исаия одна, Иеремия одна, Иезекииля одна, Одна Даниила. Свеже этого вам, да, присовокупиться в замечания, чтобы юные ваши изучили премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть Новозавета книги такие, Евангелие 4, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Павловых послание 14, Петра Пес послание 2, Иоанна 3, Иакова 1, Иуда 1, Климента послание 2, То есть раньше в Священное Писание входило еще Клименту послание 2. И постановление вам, епископа, мною, Климентом, изреченное в восьми книгах, которые не подобает обнародовать перед всеми ради того, что в них таинственно. То есть в этих книгах передавалось, как совершается, видимо, таинство. То есть такое, что это только нужно для священнослужителей. Это всем не нужно. И деяния наши апостольские и на Ладыкиевском соборе правил 60, то есть и деяния наши апостольские. И это же подтвердилось на Ладыкиевском соборе правил 60, год 364. Сконцентрировав все соблазны искушения мира в три вопроса, предложения ко Христу, дьявол во всех, по всем направлениям, был разбит ответами Иисуса на основании Священного Писания. То есть дьявол к нему приступил и искушал. И Христос отвечал только словами Писания. И говорил, так написано. И такова была сила Библии, что князь тьмы, имеющий державу смерти, дьявол, красный змей, не смел возразить. И мы сегодня точно так же должны отражать нападки дьявола. Мысленные особенно. Ты имеешь какие-то заблуждения, или он тебе какое-то хочет мнение навязать. А как ты должен отбить его? Очень просто. По Священному Писанию. Его надо знать по этому. Ответы мы с Библией. Тянет тебя посмотреть куда-нибудь налево. Ты сразу вспомни. Написано. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. И все как отрезало. Дьявол убежал. Прочтите Псалом 118. 118 Псалом. Псалом. Это вообще что-то. Под словами закон, заповеди, уставы, повеления и другие нужно понимать слово Библии. То есть Библия в этом, по сути, в этом псалме упоминается в 176 стихах и 185 раз. 118 Псалом. Такова любовь у великого грешника, любящего Бога своего, спасителя своего. Слово Библия – конечная инстанция. Авторитет Творца, автора Откровения, нашего пастрия и зижителя. Слово Христа вечно и неизменно. И оно будет судить каждого человека на страшном суде после всеобщего воскресения из мертвых. Евангелие от Иоанна, 12.8. Об этом говорит. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И никому из людей и ангелов не позволено изменить в Библии малейшие черты. То есть те, кто говорят сегодня, что Библию исказили, изменили, ее подменили в 15 веке при Иоанне Грозном, те хулят на самого Творца, который сказал, что она не изменится. Это Слово Божие. Если это Слово Божие, и Бог будет нас по этому Слову судить, то как-то Он может допустить, чтобы его изменили. На основании чего Он будет судить тогда? То есть человек жил по измененному, искаженному Слову Божьему, потому что его подменили. И Бог будет судить по тому, на каком основании? Нет, естественно. Если Он будет судить по Слову Божьему, то естественно, что Он не даст, чтобы оно было искажено. Видите, до какого богохульства доходят люди, которые говорят, что Его исказили? Они лишают силы самого Бога. А мы читаем, что написано. Матфея 5, 18. Ибо истину говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. То есть пока все не совершится на земле, ни одна йота или ни одна черта не предет из закона. Но если бы мы, даже мы, апостол или ангел с неба, стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, то есть не то, что написано, по сути, в Библии, потому что это и есть благовествие. Да будет анафема, то есть под проклятием. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам, не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть апостол Павел предает анафеме всякого человека, даже и самого себя, и апостолов, даже любого святого, даже ангела с неба, если тот говорит не то, как написано в Библии. Анафема. Галатам, 1 глава, 8 по 9 стих. Бог говорит, я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. Исайя, 42 глава, 8 стих, 48 глава, 11 стих. То есть славу Богу мы не можем никому присвоить, никому, никакому святому, не можем это сделать. Дьявол хитростью попытался на первое место выставить не душу, а заботу о теле, заботу о здоровье. Ну как сегодня, допустим, любые пожелания, самое главное здоровье, самое главное здоровье. Но это делает дьявол все. На первое место выставляется на самое главное здоровье. Это все не... Это мы должны знать, что за этими словами стоит непосредственно обман. Находятся учителя, открывающие мировую этику вне Евангелия, приучающие через свои учения и своих лжеапостолов проповедовать свое учение. И этим несчастным учителям молиться, повторяя слова «учитель, учитель», как разоначальникам учения о плоти и приветствуя в народных собраниях, чтобы люди звали их «учитель, учитель». А Христос говорит так. Матфея, 23 глава, 7 по 8 стих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Вы же все, вы же вы, все же вы братья». Матфея, 23 глава, 7 по 8 стих. «Это суть антихриста и лжеучителя, вводящие пагубные ереси». То есть, как родоначальникам учения, мы не можем называть учителем никого. То есть, у нас один родоначальник учения – это Христос. А часто говорят, а вы там называете учителя, учителя, сектанты. Нет. Речь о том, что родоначальник учения. А учителей так много. Иначе бы зачем Бог поставил в церкви, в третьих, учителей? То есть, апостол Павел, что он не знал слова Христа, знал. Но речь он говорил, он говорил о тех учителях, которых Бог поставил. А не о разоначальниках учения. Те учителя, которые растолковывают Писание и учат благочестию. Учит они у кого? Они научились у своего учителя Христа и передают это учение другим. А те же, кто по-своему учит, это антихристы. И о них написано, говорит апостол Иоанн. Дети, в последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что в последнее время. То есть, много лжи учителей появилось, я от этого познаю. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 1 Иоанна, 2 глава, 18-23 стих. То есть, в первую очередь, кто лжец? Тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос, отвергающий Отца и Сына. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. 1 Иоанна, 4-3. То есть, все подпадают. Кто не исповедует Иисусу Христа, пришедшего во плоти? То есть, значит, Бога, пришедшего во плоти. Потому что, если бы он имел в виду человека просто, то что тут исповедовать его? Любой атеист знает, что Иисус Христос был во плоти. То есть, ничего в этом нет. А именно, что Иисус Христос, пришедший во плоти, значит, Бог, пришедший во плоти. Это надо исповедовать. Это не исповедуют ни мусульмане, ни другие религии, буддисты. Мы знаем, здесь написано, что это дух антихриста. Мы не можем... Это дух антихриста, то есть, противники Божии. 2 Иоанн 1,7. Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Есть уже в мире. Появляются святые письма, всякие в кавычках. Детки. Это Порфирий Иванов. Святые письма. Это Блаватская. Агни-йога. Это Рерихи. Учение Кришны. Черного. Кришна. Это черный переводится. Что это такое? Что о том говорит Библия? Что это за учение, которое люди идут за ним? Не ходите и не гоняйтесь за ними. Лука, говорит Христос. Лука, 17, 23. Все это волки хищные. Матфея, 7, 13. Мы читаем. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Многие идут ими широкими вратами. Апостол Павел говорит в Диане, 20, 29. Ибо я знаю, что о подшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Диане, 20, 29. Алло. 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 Попа звонит, он... И не будет брать. Целители, телецелители, экстрасенсы, шептуны. Ими же всем легион. Это все Кашпировские, вот эти все битвы экстрасенсов. Ванги и прочие. Все они прошли как малма быстротечная. И эти исчезнут, как вода, протекающая церковь, стоит, как столб и утверждение истины. Отчего же попустил Бог нашествие саранчи, мышей и жуков на нас? Вопрошает пророк. И Божий ответ гласит. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Осия 4.6. То есть вот что произошло с нашей страной. Почему все вот эти гадатели, экстрасенсы, целители на нас напали? Почему? И мы будем истреблены? Почему? Написано. Истреблен будет, то есть если не покается народ. За недостаток ведения. Так как ты отверг ведение. Что значит ведение? Ведение Слова Божия. Писание. То есть народ не знает Писание. У него собственная вера. По 40 лет ходят в церковь и ничего не знают. Не знают из Писания ничего. Знают, как свечку подать, как праздник спраздновать, какие-то обычаи. Но ведения нет. И Господь говорит, я отвергну тебя от священнодействия передо мною. То есть если народ наш не будет знать Писание, не будет по нему жить, то Господь отвергнет от нас. Нигде не сказано, что врата ада не одолеют церковь. Но нигде не сказано, что врата ада не одолеют русскую церковь. Что Господь не отвергнет церковь русской, к примеру. Или какой-либо другой. Ведь много было поместных церквей, такая же, как русских. Но многих уже и нет. И мы читаем в Откровении, я это в себя добавлю. Господь говорит, если не покаешься, сдвину светильник твой. То есть вот это то, что есть. Отвергну тебя от священнодействия передо мной. То есть мы можем потерять свою церковь. Мы можем потерять спасение. Мы не богоизбранный народ. И даже богоизбранный народ потерял. Так и мы. Это к слову о том, которые люди считают, что мы там, что там, Русь святая и прочее. Русь святая никогда не была, потому что Евангелие никогда не знало. Были отдельные святые вопреки. Но святой Русь, Русь никогда не была просвещена Евангелем. И за это мы получили 17-й год. Господь долго терпелел и ударил. И недостаток видения. На кого падает вся вина? Почему? Почему убивали и сжигали священников? Не сжигали, но сбрасывали с колоколен, расстреливали. Почему? Потому что вся вина падает в первую очередь на злых пастырей, забочащих всех корысти, и бегущих, когда видит волка или вора, перелазившего через забор, вопреки сказанному Писанию со своим джетолкованием в церковь. Не знают даже содержания Библии. Псалом 1. Не читая каждый день этот глаз Божий, отвергая небрежностью, пастыри, привыкнув к чести и почету, стали отвечать на вопросы прихожан не по Евангелию, а по вымыслам человеков, и по вере бабушки, или по угождению, по приятию, чтобы им не отпугнуть, не отсорить, чтобы она так и ходила, покупала свечи, заказывала требы, чтобы не отпугнуть. А что, говорят, у нас не будет никого иначе, если мы и будем правду-то говорить. Кто из священников может сегодня выйти к народу и сказать и постоянно твердить о том, как восклицал святитель Кирилл Иерусалимский? Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте мне. То есть святитель непосредственно так говорил. Не сходятся мои слова с Библией? Все, мне не верьте. Если так брать, то сегодня вообще почти верить мало кому можно. Иван Златоустов же говорит, чего нет в Библии, о том и не рассуждаем. А сегодня делают все возможное, чтобы люди не знали содержание Библии, когда священник, выдавая себя за оракула, за изрекающего истину, вопреки Писанию, губит себя и доверившийся Ему слепоствующий народ. Согласно словам Божьим, священник должен учить народ во времена, вовремя и не вовремя, то есть всегда. Откуда мы знаем? 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Если священник не учит народ, как должно, он в суть идол, говорит святитель Василий Великий. Священник также одет в позлощенной одежде и также безгласен, то есть как и идол. Идол молчит, то же самое и священник, молчащий, такой же, как идол. Святой Иероним говорит еще строже, что если пастырь поступает на соблазн и не учит, он в суть антихрист. И если бы народ знал священное Писание и мог проверять все сказанное пастырем, сходится ли сказанное со Словом Божиим, большинство архиереев и иереев лишились бы своей кафедры сегодня же. Мы читаем в Писании такие случаи. 3 Ездра, 4 глава, 23 стих. Писанных постановлений нигде нет. 2 Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 2, 13. Евреям 4, 12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4, 12. Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Иеремия 23, 29. И так велико значение Библии в очах Бога, что Он и молитву тех, кто не слушает сказанного в ней, не принимает и почитает за мерзость. Притча 28, 9. Те, кто не знает Писания, прочитайте. Притча 28, 9. Притча Соломона. Господь отвергает молитву всякого, кто не слушает Слово Божие. Слово Божие – Святая Библия. И что мы скажем на Страшном Суде, когда по этой книге будут судить всех? Второе Калифином 5, 10. Ибо всем нам должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Каждому надо будет. То есть все святые, даже апостолы, апостол говорит, всем нам должно явиться на судилище, будут встанут на суд, и все будут судимы по Слову Божьему. И мы читаем Откровение 14, 6. И увидел я другого ангела, лечащего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Иаков 4, 5. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Первое Калифином 15, 34. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к саду вашему скажу, некоторые из вас, не знают Бога. Извращение смысла Писания, толкование по своему разуму, смертельно опасно. 2 Тимофея 3, 16. Мы читаем. «При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса». И написано «Все в нам на вставление, а все, что писано, было прежде написано нам на вставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Римлянам 15, 4. Для нас, достигших последних веков, написано все это. Первый Калифином 10, 11. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в вставление нам, достигшим последних веков». И вот сейчас, что святые отцы говорят по поводу священного Писания. «Слово истины, свободное и самовласта, истина посылается от Бога, и нет иных доказательств помимо самой истины, которой есть Бог». Юстин философ. «Когда начинаешь читать или слушать священное Писание, помолись Богу так. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи и сердца моего, чтобы мне услышать твои слова и понять их, и исполнить волю твою. Всегда так моли Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе силу своих слов». Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждению. Ефрем Сирин. «Для понимания священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу». Так, давай перед чтением Писания запишем вот эту молитву Ефрема Сирина. Мы ее не читаем, конечно, мы другую, но запишем ее. «Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать твои слова и понять их, и исполнять волю твою». Перед каждым чтением Ефрем Сирин советует так читать. «Для понимания священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучить Писание, что многое, с первого взгляда показывающееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Кто прикасается к Евангелию сразу изменяет свой ум, а при внимательном чтении и душа как бы выступает в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог». То есть мы, когда читаем Писание, с нами беседует сам Бог, входим в беседу прямую. Мы слышим его речь. Когда мы молимся к Нему, мы Ему говорим. И прямую речь от Него мы никакую не получаем. Но прямую речь от Бога мы получаем только, когда читаем Священное Писание. «Ничто не может служить препятствием к чтению Слова Божия. Ничто не может служить. Не только дома, но и совершая путешествия или находясь многолюдным собраниям и занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении». В Священном Писании бездна вопросов. Поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешение их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца. «Не спорь со Словом Господнем, иначе погибнешь». То есть не надо спорить. Я действительно встречаюсь людей, которые постоянно, постоянно, по любому поводу задают вопрос по Писанию. То есть им что-то кажется, и они задают, а надо как раз таки не задавать уже стараться вопросы. То есть, да, вопрос создавать надо, но имеется в виду не излишествовать в этом, не спрашивать о ненужном, не влияющем на спасение души. А те, кто постоянно этим занимаются, со временем доходят до спора с Богом. «Читай Библию». Это все говорит Иван Златоуст сейчас. «Читай Библию, и тогда ты едва спасешься. А если ты ее продаешь, то не отдашь ли свое спасение? Ремесленник продает ли свое орудие труда? Храни Священное Писание». Будем приобретать святые книги. При взгляде на Евангелие душа очищается. «Если и не понимаешь, все равно читай». Невозможно спастись тому, кто не читает Священное Писание. «Где есть духовная книга, оттуда прогоняется дьявол». Незнание Писание есть великая стремнина возникновения ереси. Все ереси, все заблуждения возникают от незнания Писания. Чтение Священного Писания укрепляет в печали. «Придя из церкви, возьми в руки Библию и даже не имея толкования, читай. Нелюбящие Слово Божие скотоподобны. Писание знать – основа жизни. И дома, после еды, возьми Священное Писание, научайся, чтобы душа не вознеродела о своем спасении. Любовь к Слову Божию – лучшее доказательство благоуспения душ, как аппетит к пище. Никто не будь ленив, сонлив, не блуждай мыслью на стороне. В одной букве слоги глубокие мысли. Сам царь римский не может дать закон персам, а апостолы дали закон всей вселенной и на все времена. Иоанн Златоуст и тут вот по томам все вот эти его изречения. Ефим Сирин говорит, «Если ты изучил все Божественное Писание, смотри, не надмевает тебя помысл, все Писание учит смиренно мудрию. Не утруждай себя чтением, за которым не следует дело, потому что закон выполняется только делами». Нил Синайский пишет, «Если не полюбишь блаженных и подлинно Божественных слов Писания, уподобишься скотам несмысленным и бессловесным, как и желание поддержать жизнь едим, пьем, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божьих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости». И часто Священное Писание сравнивается с пищей. Господь говорит, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уис Божьих». Напитываем мы тело каждый день, до трех раз в день, даже, может быть, и больше. Так и Священное Писание. Мы должны читать не менее трех раз в день. Запиши. Чтение Писания не менее трех раз в день. Потому что душа насыщается словами Божьими. Киприям Карфагенский говорит, «В руках ваших да будет всегда Священное Писание, в сердцах же воспоминания о Господе. Не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искрушении всегда находил ваши сердца огражденными и вооруженными. Как цель когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует свое повеление. Придите ко мне и получите помилование. Если же они не хотят прийти к нему и воспользоваться даруемой милостью, то бесполезно для них читать это повеление. Тем не менее, они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И Священное Писание подобное грамота Бога людям, в которой повелевает он любящим его, молящимся ему, с преданностью принять из божественной его десницы небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесет ему никакой пользы. И он остается виновным, ибо не хочет принять от Царя Небесного даром его блага, духовной жизни, без которой невозможно быть причастным к бессмертной жизни. Макарий Египетский. То есть, как царь, если он предложил милость, это великое оскорбление отказаться от этого. Он будет повинен. Иоанн Касьян говорит, «Надо заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так дьявол старался искусить Господа Спасителя». А как определить, какое толкование ложное, а какое правильное? Как понимать правильное Священное Писание? Один есть только метод. Это чтобы ни одно место Священного Писания друг другу не противоречило. То есть, если кто-то предлагает понимание этого места, потому что само место говорит одно, Иоанн Златоуст говорит, «Не показывай мне, что написано, покажи смысл написанному». Все споры, все эти секты возникают не на слове Священного Писания, а на смысле Священного Писания. То есть, они придают свой смысл определенным словам, свой смысл. Вопрос смысла. Какой правильный смысл туда вложен? И вот правильный смысл только такой, чтобы ни одно место друг другу не противоречило. К примеру, я говорю, сектанты. Они называют иконы идолами. И приводят в пример 20-ю главу, исход. Господь говорит, не сотвори себе кумира и никакого изображения, и что на небе верху, и что на земле внизу, не поклоняйся и не служи им. Но, мы должны как понять, если мы прочитали это место, что мы не должны никакого изображения делать. Все, никакого же изображения, что на земле, что на небе, что на небе. солнце, луна, ангелы, птицы, на земле, что на земле, люди и прочее. Но, мы читаем в 25-й главе, Господь говорит, сделай изображение, сделай. То есть, если бы мы поняли, 20-ю главу бы поняли, так что нельзя делать изображение, а 25-й скажем, сделай двух херувимов, то есть, это то, что на небе вверху. Сделай там из червленой ткани сделай двух херувимов. И в храме Господь дает проект, какой должен быть храм, когда Зарвавель еще строил Изекииля 41-й после 43-й главы, сделай изображение с полой до потолка снаружи и изнутри. А как же сказано тогда изображение нельзя сделать? А правильное понимание такое, не делай изображение идолов, кумира, ты не должен ничего такое делать. То есть, изображение, отводящее тебя от Бога. А иначе бы и фотография на нашем паспорте являлась изображением идолом. Но это же не идол. То есть, изображение делать не запрещено. А изображение идольские, куми, вот этих всех, языческие, отводящие от Бога, делать запрещено. И поклоняться, конечно, и служить им. А священное изображение делать сам Господь повелел. Видите, как, если ты знаешь другие места Писания, то ты сразу правильный смысл понимаешь написанного. А если же ты выдираешь вот одно и узко, как делают сектанты, то это и называется ересь. И таких примеров я могу привести очень много. Но ставим это на другой раз. Иван Кассиан пишет. Желающий понимать священное Писание должен заниматься не столько чтением толкований, сколько очищение сердца от пороков. То есть, видите, человек не поймет толкования даже, и священное Писание, если у него в сердце много пороков. И вот за исток опыта общения, допустим, можно примерно по вопросам священного Писания примерно определить, какие пороки в человеке есть. Ну, допустим, тот, кто говорит, что вопрос задает, а почему Бог Ветхого Завета такой жестокий, а тот ли это Бог, который Ветхого и Нового Завета. Это значит, как правило, проблема у него с блудом. То есть, развратился. Блудные помыслы, то есть, блудные грехи. Грех не дает человеку понять. Вот, который как раз все время говорит о любви Божией, о том, как... То есть, любовь Божия, это подразумевает, что такое, что он не наказывает никого, вообще ничего не происходит, но, что все помилование одно идет. Вот это грех блуда за этим стоит, без блуда. Как правило, не всегда, но встречаешься с этим. То есть, они противостоставляют Ветхого Бога и Нового Бога, Бога Нового Завета, и не видят, или не видят те места Писания, где Господь строго карает. Они не видят, как Господь убил Сапфиру и Ананию просто за то, что они только утаили из цены. Что Господь и карающий, не только милующий. А мы должны, как учит православная церковь, в полноте все воспринимать. И не будет тогда нужды в толкованиях, если у нас будет сердце очистенное от пороков. Как глаза не нуждаются ни в какой науке, чтобы видеть, если только они чистые, нет тьмы. В 47 житиях святых упоминается об особой любви христиан к Священному Писанию, когда они выучивали псалтырь наизусть. Например, Евдокия, Шушаник, Геннадий Патриарх, Симеон, Дивногорец, Иоанникий, У Блаженного Августина переворот произошел в душе от чтения Священного Писания. Изучали день и ночь. Во времена же Дмитрия Ростовского мало кто имел Библию. И не с тех ли мест и времен вошло в поговорку, что если кто прочитает Библию до конца, тот обязательно с ума сойдет. Это у среди старообрядцев есть такая поговорка. Святитель Иеронима до обращения коробил язык пророков, казавшийся ему грубым в сравнении с изящностью греческих мыслителей. Это вот смотрите к вопросу о том, вот он не был верующим, ему нравилось больше слушать современных что-то там вот этих изящных философов, мыслителей, как сегодня может даже каких-то батюшек, которые там говорят, говорят, но не прямое слово в Писании или пророков. И вообще жизнь грешная, она как раз таки не дают Слово Божие слушать напрямую, вот неочищенной жизни, которой человек не оставил какие-то грехи и пороки. Он не может слушать Слово Божие напрямую, и поэтому народ израильский просил Моисея, пусть только не Бог говорит, ты нам говори. Величайший безбожник и хулитель истины Вольтер говорил, что через сто лет Библия будет позабыта и заброшенной книгой. Ее можно будет найти разве только что в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. То есть он и говорил, это еще давно уже, там эта наука тогда развивалась, и они думали, что все, Библии больше не будет. Но через сто лет на месте произнесения этих пророческих слов в кавычках находился склад Британского Библейского общества. То есть из того здания, где он говорил, через сто лет там был склад Библейского общества и сто миллионов экземпляров Библии сегодня являются поистине бестселлером и супер книгой. То есть и по всему миру распространились эти книги Библии. То есть Господь вопреки всему этому сделал, вопреки этих слов бесноватого Вольтера. Так, ну вот глава по священному писанию закрыта. Мы очень много сегодня узнали. Что мы для себя извлекли всего этого из того, что мы еще не делаем. То, что согласно писанию Господь нам повелевает, что мы и ночью должны читать священное писание. Иисус Новин 1.8. Ну поучайся в нем день и ночь. Чтобы в точность исполнять все, что в ней написано. Вот первая ночь читать священное писание будем. Второе. Господи молитву обязательно совершать молитву перед чтением писания. Мы хотя совершали, но вот Ефрем Сирин еще советует свою совершать. Вот такой. Господи Иисусе Христе отвезли уши и очи сердца моего, дабы мне услышать твои слова и понять их и исполнить волю твою. И как слово, как мы питаемся пищей не менее трех раз в день, так и читать писание мы должны не менее трех раз в день. Допустим, человек работает, но утренне-вечернее правило он читает, читает, поэтому можно в утреннее правило вставить одну главу Евангелия или там апостолов и вечернее правило тоже одну главу там из Ветхого Завета. И так будет прочитываться со временем всегда писать. то есть два раза уже от этого есть. Ну и естественно и выделять время когда-то может перед сном или ну вот когда свободно читать писание с толкованием, выписывать все, что нужно, то есть читать внимательно, точно опыт что здесь сказано, точно понимая. Вот из практики что мы себе может что-то еще прискал какие-то вопросы может что значит что . Продолжение следует...